Музыка Привет зритель! Ужин уставшего человека С одной стороны личинусы орут и их все равно слышно Даже через щелочку С другой стороны Жарко Знаешь как выглядит ужин уставшего человека Вот на меня посмотришь и поймешь как ты выглядишь Когда ты в зеркале В зеркале бываешь когда домой возвращаешься Шуметь наверное будет Ну короче мои волосы Сегодня пережили поездку в деревню Вставание в полшестого Даже чуть раньше В пять двадцать пять утра Потом Выключим наверное Забыла как тут выключить Вот так наверное выключать Потом я приперлась Где-то в половине Ну еще в магазин где-то около четырех Точнее около трех я приперлась домой То еще пятая Десятая Потом минут на сорок отрубилась Потом меня познали в сад по собственному желанию И вот я уже не знаю какой день пытаюсь тут убраться Но то одним что-то надо То другим что-то надо Ну короче не суть Короче волосы пережили даже поход в душ И тут у меня Авокадо Касс Вот этот Такой темненький Магнитик в солнечном покупала Два яйца куриных Крупных таких Листья салата Листья шпината Укроп Зеленый лук Вот такой вот лук Где вот он как бы Но он сначала белый А потом уже зеленый Вот эти такие Перышки Которые вот только сейчас вот растут Сейчас у нас 52 минуты девятого Короче без восьми минут девять Вечером И тут еще соответственно соль И подсолнечное масло А сначала хотела кефиром замазать Потому что я как обычно забыла купить сметану А потом думаю Да ну В принципе У меня же тут авокадо Можно немножко подсолнечного масла добавить И все теперь вот на вилке Пока я мешала Повезло мне с авокадо Я давно не покупала А оно же сволочь сейчас такое дорогое 47 рублей за 100 грамм К сотне А то и больше иногда выходит И когда оно выходит И внутри оно Никакое Это обидно Это нормально все Мне кажется Авокадо Которое Касс Оно как-то 99% И 100 Когда покупаешь Оно нормально Личинки ржут Даже через сердце Слышно А ведь они ржут Не подохнены На приличном расстоянии Хотя есть шанс Что там не только личинки Ну в смысле Не только маленькие личинки Но и большие личинки Я что решила Пожрать на камеру У меня есть штука Которая мне Вчера Позавчера сил не хватило Распечатать И ободреть Вчера Вчера я ее забрала Вчера же я выдрека видела Да? Что-то блин Я как приехала Меня сначала загрузили Не успела я за дома дойти В прошлый четверг Читаю, что сегодня пятница Можно сказать Это уже полапрошлый четверг Я уснула поздно А я в деревне И так-то поздно Ложилась из-за кошки И вставала в ранищу Не всегда высыпаясь Из-за того, что Надо было последить за роем Но самое прикольное Что пока нас не было В два пустых улья Залетели раи Один рой На днях слетел И вот поймал сосед И он стоял в райовне В щелиной сарайке В сарайке, которая раньше Была дедушкиной мастерской До 2001 года До конца 2001 года Это у меня страдает Потому что я вчера уехала На полдня И сегодня почти весь день дома не была Она же со мной даже спала Все мои 40 минут И потом Пока на отчеты шахтала К родственнику На поболтать И взять рамочек Слетел еще один рой И вот его посадили Куда-то Ну, в гулей И когда мы стали Уже собираться На обедичный автобус Племяннику заметил, что Тот рой, который посадили Слетел Ну, он такой небольшой рой И он уже уселся на ветло Которое собирались вроде как Стерить, когда косили Но У нас много чего собираются Например, Слет На дворе 15 лет Пытаются Собираются сделать А там работа Там на 5 минут А вот собираются Ну, что там такая же проблема Как у меня Матери все было в этой квартире Что-то с соколем Ну, я, кажется, решила Думаю, сейчас поем И попробую на камеру Ну, она уже из пакетика досталась Я даже крышечку снимала Но еще не открывала Смотрите, так как Давно не было съесть или вытянуть И в ближайшее время Наверное, они запишутся Но я вчера купила сыр 110 рублей без копеек 160 грамм Варвара Краса Сыр сметанковый Обалденно Вкусный такой Мы с этой дурынды Слопали Я на пару бутербродов Но и она у меня Несколько кусочков Вообще, первый раз видела Причем, в нашем магазине Я его вообще не видела В нашем магните Лук с яйцом очень вкусно Авокадо с травой И с яйцом еще вкуснее Ну, под травой я имею в виду Укроп Лук Листья салата И хайоренцу Без петрушки что-то как-то Я даже не знаю У нас есть петрушка Что-то дури нет У меня она не попадалась А то, что мне дали выдров Я ее уже порезала И заморозила Может, я это же порубила Измельчителем Сиди, ты можешь начать? Я чуть забыла, что авокадо Такой вкусный Может, потому что Мне последние разы Попадался какой-то Или испорченный Или совершенно не дозрел И созревать он не пытался Я-то ездила в окно Ведь за жасмином А он только-только еще Начал раскрываться Если у меня не получится Ну, короче Во вторник или в четверг собирать Потому что автобус почетно уходит Если у меня получится Допустим, во вторник все-таки уехать Я надеюсь, там этот жасмин Еще неделю подсветет Там уже очень много четверг Бутылчиков Но они еще По большей части в царе Собираюсь раскрыться Дней через пять Мне вот интересно Эти существа, которые Человеки двуногие Ну, смотри Вот эти орации Существа Они специально, что ли, орут Вот так вот Потому что у нас другая детская площадка Такая конкретная Прилично уделанная С другой стороны дома И когда из дома выходишь Там вполне какие-то Дикие дети Адекватные А тут какие-то Прямо дикари Хотя тут минимальная Детская площадка Даже не организовала На эту поездскую площадку Такая Больше похожа на советскую Как советские были Качелька Крудилка Горочка И все Я думала Я сегодня доеду На велике И полежу В водичке Потому что Одно С кругом Мне стремно А человек Который Меня в прошлом году Страховал Когда я Типа Училась плавать По Некоторым причинам Не может пока плавать Ну и я не помню Где у меня круг Куда я его брала Я просто хотела По старинке полежать В районе берега Ну в воде так На круг Там где Людям обычно Где-то По колено По щиколотку Вот в этом месте Полежать В воде Но по собственному Желанию Предложилась Помочь в саду Не осознавая Что это как бы Не на 5 минут И мне уже Не было сил Ни на такой Скотец Да Сад Сад На велике До пляжика И в итоге Не случилось А завтра Сутрица Опять Потому что По какой-то Странной случайности Вечером Включается Вода Но как-то Она в этот раз Лилась Такой струйкой Туда Плюнует А там Типа Бочка Накачивается То есть Вот мы Короче Выходим Все Здесь стало А там Из этой бочки Которая До этого Не могла Вообще Вода Налиться И все Вопили Что типа Воды нет То все На висят Она Хлещется Прямо Фонтанов С двух сторон В общем Человек Как обычно Русские люди Они По большей части Думают Затем После того Как сделают Что-то Есть люди Которые Нормальные Ну Наперед Как-то думают Или понимают Что Если ты поставил Воду Наливаться Туда А хотя бы Рядом Постоять А есть Которая Поставил И Ушел А не знаю Там Нарышечек Это нету На воду В саду Но Она поливает Так как бы Хорошо Там Кусцы Которые Рядом Растут Им хорошо А люди Которые Поливают Пытались Полить Свои Растения Не могут Этого Сделать Потому что Как-то Вот Непродуманная Система Полива Воды У меня Тут кусочек Есть И тут И там Кусочек Я как-то Не заметила Бабушка Дедушка Говорили Ну Вообще Такой Поверя Когда Один кусочек Закусил И за другим Потянулся Кто-то Голодный Домой Бежит Ну Я Бежит Домой Просто Кто-то Голодный И за Неголодный Человек Я А сейчас это уже как-то пережутое. Даже ранка на пальчике затянула. Вчера ещё была. А сейчас он уже, полящих смотрю, отвалился. Короче, спустили мне переднее колесо. Раскрутили мне гаечку на тормозе, который на левой части руля. Скинули мне цепь. Попытались раскурочить мою картиночку, которую год назад купила. Причём она как бы снимается, если мозги есть. Но тот, кто это делал, или те, кто это делали, явно мозгами особо не обладали, которые хлебушка успела ставить. И для большего счастья отколопали, ну, эту фигнюшку такая на раме, которая защищает от всякой личной, типа, допустим, дождя. Гайку. В общем, ублюдки, те ещё. А я когда поняла, ну, вытаскиваю из сарайки, хотела как раз поехать узнать, в пятницу это было прошлое. Ну, она была, конечно, луку здесь. У меня и хлебушка-то чё-то не осталось, надо взять кусочек хлебушка. Я прям как крестьянин делаю. Я думала, мне двух кусок-то хватит. А тут пол кусочка ещё. А, он уже не, это, не съедобный. Так, а ты съедобный? Да. Кусочек хлеба ещё живой, кусочек хлеба уже не живой. Тогда возьму белый, который из деревни. А этот на сухарь пойдёт. Ну, после взяли в деревню хлеб леданный. И решили что оставлять, если можно кому-нибудь забрать. Кошка, не надо, это ещё хозяин поезд. Ну, короче, я хотела поехать заказать окно балконное, выход на балкон. И достаю велик, и думаю, чужо у меня педали-то в обратную сторону крутятся. Может, всегда так было, я не замечала. А потом, значит, этот. Сажусь на него и понимаю, что у меня как-то чё-то не того. Я смотрю цепь, словно, скину там. Я довела до родственников дома. Там удобная лавочка. Сняла корзиночку, перевернула велик. В перчатки все эти летние умазала. Умазаем велосипедным. Потому что, ну, как бы смазка, там всё такое. Надела эту цепь. А, ещё самый-то момент. Кошка свалила со стола. И эта профессионка опять будет негодовать, что ты тут по столу шастаешь. Короче, скорости были переставлены. У меня, допустим, была первая скорость, а там, ну, на звёздочке. Первая скорость. А на руле, на этом циферблате, чуть ли не шестая или пятая, что-то в этом роде. У меня всего семь скоростей. Ну, я еду и понимаю, что что-то не так со скоростями там. И ехать-то как-то туго. Решила довезти до дома, чтобы руки помыть. Потому что они все маты. Велосипедным или машинным, как хотите, называйте. Довела до, где-то до полпути. И понимаю, что что-то мне, что вроде и с колесом-то что-то проблема. Смотрю, оно сдут, спущенное, переднее. Я думаю, блин, ну какие вот вообще ублюдки. Я-то позвонила подруге на громкой связи. Я, говорят, деньги с карты снимала. На громкой связи с ней говорила. Говорю, представляешь, вот так. Она говорит, а-то кому-то совсем ничего делать было. Вот нам с тобой было бы лень этим заниматься. Говорю, да. Она так, в шутку типа. А у кого-то было, она говорит, не лень. То есть, вот она была как-то вскрыть замок в общей сарате. Либо это делал тот, у кого есть ключ. Это я просто знаю, что там адекватные люди у нас. Либо какие-то знакомые неадекватных людей. Не знаю. Неадекватные знакомые адекватных людей. Короче, вскрыть замок. Специально вот так вот сделать что-то, чтобы раскручить вверх. Я ещё в Терегу написала пост. Я ещё так офигела. Думаю, ну вот на что эти люди рассчитывали. Что я не замечу, что колесо спущенное. Что цепь вот не смогу одеть. Я не замечу, что там тормоз раскручен, а гайка. Вот так вот всё. Мне хочется подвести палец указательный к виску и подкрутить немножко к этим людям. Ну, я, соответственно, у меня получилось так, что я, видимо... Перчатки-то у меня эти летние без пальчиков. И как-то, видимо, я кожей как-то там что-то делала, когда вот то другое. Подтёрта. Я пришла домой, перекисью промыла. Потом, ну, пару дней промывала перекисью так. Когда уже ранка более-менее нормально стала, поматывала кайлашем. Тут была такая ранка конкретно, вот так, болячечка. Вчера, смотри, она частично так отвалилась, а я что-то зацепила за что-то. Я её снова промыла. А сегодня вот сейчас заметила, что её уже и нету. Всё затянулось. Привет вам, особо одарённые люди, которые сделали такую пакость с моим велосипедом. Ну, как бы не пойман, не вор, но, скажем так, есть городер недочеловеки. Но я не вдумала, что эти недочеловеки до сих пор меня мониторят. Желаю всем отсутствия таких недолюдей. Так, это мы в эту самую в раковину. И сейчас будем торжественно вскрывать эту штучку. Так, куда бы я поставить-то? Нету-то хоть дича, которую я вообще как-то чуть ли не вёдами пью. Ножечка. Баночка. Ту-ду! Наверное, как я... Вытягиваю руку, она уже, может, не влезла там как-то. Сейчас же чуть-чуть по-другому эта самая камера-то стоит. Короче, бабочка. Я её могу сейчас зафоткать. Всё равно лозон надо будет этот отзыв катать. Назову это ужин у старшего человека, которому уроды раскрочили велосипед. Тут, короче, крышечка. Тут у нас какое-то письмо-ща. Fun and food. Письмо номер 7. Мире хаоса и безумия, когда кажется, что всё вокруг рушится и ломается. У вас всегда есть выбор. Тут такой интересный текст. Если хотите, я вам его отфоткаю и скину в телеку. Потому что я его не полностью читала. Первый кусок это там завтра читала. Я поняла, что это степерешнюю ситуацию в мире очень характеризует. Особо после того, как я свои 13 дней в деревне провела и слушала иногда радио, вуу, как меня бомбило от того, что радио говорило. Короче, тут вот такая вот эта фиговина. Нарисована, как её вскрыть. О, щелчок. О, инжир. Ну, это как бы инжир. Он, конечно, тут так лежит, но не совсем ровно. Тут даже есть мини-рецепт, ну, как бы так и называется, мини-рецепт. Смешайте пасту с измельчёнными орехами и мокрыми руками, чтобы не липла масса. Сформируйте шарики и уберите в холодильник. Вкусные и полезные конфеты готовы. Больше рецептов на сайте. У меня как раз эти наши лесные орехи я тогда чистила. Есть немножко. Ну, правда, там это мало их как-то. Потому что чистишь-то, шкурок дофига, а самих орехов меньше. Это инжирная паста. Фирма Номаш Орех. У меня называется Ульбия Чинжир без сахара. Трекрет кавказского долголетия. Традиционный. Сделан в России. Без дымов. 100% натуральный. 31 мая 22 года сделали. Бассанята 230 грамм. 245 рублей стоил. Мякоть и нежира протертая. 12 месяцев свободности. Фананфуд. Город Кир. Мне просто, как бы, я в каком-то видео говорила, что я хотела это. Наверное, где я там про экономию говорила или еще про что-то. Хотела, короче, попробовать. На картинке оно, конечно, немножко потемнее выглядит. Тут она какая-то такая суховастая. А сам Анжир я что-то раньше любила, а потом как-то... Как ты купила? Он был суховатый, я про него забыла. Он стал кирпичом. Каменный. И там же еще сама эта шкурка, а внутренности только... Ну, как бы, до внутренности надо добраться. Это одна внутренность. Правда, насколько я помню, он обладает таким интересным действием на организм. Ускоряет пищеварение, типа. Это у хомячу. Нет, еще кусочек колечка есть. Пакет какой-то. Нет, вообще, есть первый мед в этом году. Сегодня качали. Сняли. Ну, сначала 10 рамочек было, как бы, в магазин с одного уля. А, с этого уля как раз и слетел рой, с которого в магазин сняли. А потом родственник, ну, тетя решила, что надо взять со злого уля пару рамочек, потому что у нас медогонка такая. Или 6 магазинных вставляется, или 3 гнездовых. Ну, а так как было 10 рамок, то надо было хотя бы парочку еще, в общем, чтобы нормальный цикл прошел. А я решила, что я хочу средний. Ну, короче, берете рамку. Если она запечатана, значит, ну, ее можно откачать, там мед. Срезаете вот то, что запечатано, и ставите медогонку, то, что срезали, там как раз мед пойдет. А вот то, что срезаете, это как раз вот в этой баночке. Видите, я хоть и налила заварки, но у меня, наверное, тоже вторая заварка. И оно немножко такое, ну, как бы, полуслитой чувствуется. Полезен при бронхите, бронхиальная астма, препятствует развитию распаления органов дыхания, она реализует уровень холестерина, препятствует развитию сердечно-сосудистых отклонений. Ну, такая дофига полезная штука. Да, и хочется посидеть и помурлыкать. Что-то тут на тебя упало. Волосы как-то слипшиеся или сама, ты где-то шарахалась. Кошка-бормушка. О, у меня же есть очень вкусное варенье. Моя тетя делала. Я, когда его рекламировала своему приятелю, я думала, что-то персики или абрикосы с яблоками, или еще что-то, оказалось, это яблоки в апельсиновом сиропе. Кошка сейчас я его согнула, чтобы он тебе, чтобы ты его не срулила, и он тебе не мешал. Ну, иди на окно, також. Короче, я сейчас прямо из банки сиропчика. К веганку только надо открыть. У меня тут подруга заходила, а я ее угощала. Я говорю, я вилкой доставала эти яблоки, они такими кружочками полезные. Говорят, я ложкой смогу. Вот теперь оно липкое. Я думаю, тут все свои. А кто не свой, тот еще не втянулся. Ну, а потом я ей яблоки даю. У меня тут есть бананы, два нектарина, несколько штучек этих, абрикосов, причем какие-то они такие, не совсем. Ну, я покупаю, думаю, они какие-то как бы вкусные. В итоге покупаю, снова думаю, ну, может они это, другие. Ну, они, по-моему, все еще такие, какие-то странные. Виноград сегодня я купила. Сзади меня еще вишня. Ну, это черешня в смысле. Ну, да, я решила шикануть, думаю, ну, ладно, это, если что, потом. Когда отдам деньги за вторую часть, тогда и заплачу лакомугалку. Буду экономить совсем, буду. Ну, к тому времени должна еще какая-то сидевость, наверное, пойти. Куплю яиц, десяток. Буду варить одно яйцо на салатик. Или просто салатик без яйца, просто вот эту зеленуху. Нет, сейчас шейка утиная размораживается. Хочу завтра суп сварить. Прям тоже после сада. О, сейчас скучала косичка. Сейчас скучала. Сегодня рыжий котик Тошин мне попался, правда, так на руки не дался. И к нам заглядывал один из пушистых котов. То ли Тошин, то ли соседский. Мур-мур. Рыжий котик это тот, который там вот, ну, любовь и дружба кошки и кота. То ли это я на камеру снимала, то ли это шорс был. Ну, вот кусок апельсинчика. Там же немножко таких апельсинчиков попадается. В зубу застрелу. Ну, че, зритель, наверное, у все. Спасибо тебе за компанию. Надеюсь, ты пожрал за ужином с уставшим человеком. Пока. Чавк, чавк, чавк.